Я уже был в России в 80-м и 82-м годах. Тогда я был моряком торгового судна, а спустя несколько лет стал капитаном и лоцманом большого круизного корабля. Жизнь была очень насыщенной и быстрой. Я старался сделать как можно больше за несколько лет. Не так много людей становится капитанами круизных судов, а тем более еще и лоцманами. А я был и тем, и другим. Но даже когда я достиг вершины в своем карьерном росте, я все равно не чувствовал удовлетворения. Путешествуя по всему миру, я думал, что путешествия смогут заполнить пустоту, которую я обнаружил даже после того, как я достиг вершин в своем деле. Я побывал в 70 странах по всему миру. Жил в Париже. У меня был дом в Голландии. Сингапур, Тринидад, Южная Америка. Я бежал от реальности. Пытался найти что-то, чтобы наполнило меня. Я попробовал 7 разных религий. Я был буддистом, мусульманином, мормоном. Я начинал заниматься колдовством. Я пытался найти смысл в религии, в работе, в путешествиях. У меня было одновременно 8 разных женщин. Хотя я был женат в тот момент, но ничего не работало. И в этот момент в моей жизни появились наркотики. В то время я был социальным работником и работал с наркозависимыми людьми. И сам, принимая наркотики, я помог многим молодым людям избавиться от зависимости. А сам все глубже погружался в них. Я не мог арестовывать людей, но у меня была лицензия, позволяющая конфисковывать наркотики. Все, что я забирал наркоманов, я употреблял сам. Именно поэтому я перепробовал огромное количество наркотиков. Я был наркоманом много лет. Я попробовал все возможные наркотики. Выкуривал по 3 пачки сигарет в день. И выпивал бутылку спиртного за 2 дня. Я жил в кошмаре. Я затеял очень быстро. И так же быстро я падал. У меня было много яхт, денег, слава. Моя жена была моделью из Порто-Рико. Я делал много грязных вещей. И в это время мой разум непрерывно разрушали наркотики. Когда мне было 33, моя жизнь закончилась. Мой брак распался. Я перепробовал все, что можно было перепробовать. И был просто выжжен изнутри. Это действительно был конец. Я решил покончить со всем этим. Решил, что моя жизнь бессмысленна. К тому же, огромное количество людей вокруг обвиняло меня в том, что я разрушил их жизнь. Я вернулся домой, собираясь совершить самоубийство. Включил телевизор и услышал проповедь пастора Ники Круза. Он рассказывал о своей жизни, а я понимал, что он говорит обо мне. Я переключал каналы 84 раза, но везде был этот Ники Круз. Я решил, что наркотики помутили мой разум. Я выключил телевизор. В спешке взял все свои вещи, чтобы выбежать из дома. Но вдруг телевизор заработал сам, и я услышал, как Ники говорит, «Бог хочет изменить твою жизнь». В тот момент, как будто вся моя жизнь, все мои 33 года пронеслись передо мной. Бог дал мне понять в тот момент, что собирается дать мне все новое, потому что все, чем я жил до этого, было просто иллюзией. Это была не настоящая жизнь. Я вдруг вспомнил слова из Библии, хотя никогда ее не читал. Благословение или проклятие, жизнь или смерть. Я понял, что сейчас мне нужно принять решение, сделать выбор. И я сказал Богу, «Я не знаю тебя, я не верю в тебя, и я перепробовал столько религий, но если ты сейчас говоришь со мной, то я прошу тебя изменить мою жизнь». И как только я произнес это, он сделал это. Я не увидел света или солнечных лучей. Ничего такого не произошло. Но внутри я почувствовал невероятный покой. Я просто расплакался, потому что знал, что-то произошло. Я вышел на улицу, чтобы посмотреть, что вообще происходит вокруг. И вдруг увидел синее небо, трава зеленая. Я никогда не замечал этого. И я понял, что Бог полностью все изменил. В эту же минуту я избавился от наркотиков, алкоголя, от всего остального. Я начал рассказывать людям на улицах о том, что сделал Бог. Я никогда в жизни не читал Библию, но я просто говорил о том, что со мной случилось благодаря этой телевизионной программе. И вот уже 24 года я продолжаю это делать. Бог вернул мне все, что у меня было. Я путешествую, работаю с бизнесменами, детьми, проститутками, бездомными и нищими. Все, что я когда-то делал, теперь я делаю для Иисуса Христа. Я живу. Глория в Йос. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!